В Багучанском районе возобновились работы по строительству новой районной больницы. Главный судья у нас будет собирать судейский корпус, судейскую коллегию, проводить с ними разъяснительные работы, пояснительные, и судейский корпус будет принимать все нормы. В Железногорске открылся центр тестирования «НормГТО». Почему называется еще выставка «Алжирский пленник»? Потому что, в общем-то, я был в таком хорошем гостеприимном плену. В Алицесибирске открылась выставка работ Арсения Милованова, написанных им во время путешествия по Алжиру. Шум техники на стройплощадке районной больницы вызывает приятные эмоции. Хочется сказать коротко – дождались. Еще в декабре поступила радостная новость о том, что определен подрядчик на завершение строительства предприятия из города Каннска. И вот уже техника располагается на стройплощадке. Начинаем строить, подготавливаем под рабочий городок. Первое, как обычно, на стройке начинается. Будем организовать столовую здесь свою, технику завозим. Сейчас захватили ваши морозы, техника не выдерживает, люди работают. Ну, значит, в понедельник, вторник уже большой набор уже был. Начинаем приступать к демонтажу. Ну, как новую документацию получили, тут реконструкция, тут старая уже, которая по проекту была. Уже корректировки, где-то стены разбирать, где-то новые фундаменты сейчас делать. Ну, начинаем, все, заехали. Ввиду сильных морозов, которые в Богучанах будут крепчать еще на следующей неделе, не за всякую работу можно взяться, но предстоит решить немало организационных вопросов. Со временем, когда развернется активная стройка, предприятию потребуются дополнительные кадры. Об этом сообщат позднее. Но уже сейчас многие соискатели работы приходят сюда, чтобы навести справки. Предприятие «Стройинвест» уже работало на строительстве больницы и имеет положительные характеристики. Оно же успешно справилось со строительством школы в поселке Пинчуга. Средства на строительство больницы предусмотрены краевым бюджетом, а срок завершения намечен на 1 декабря 2017 года. В Минусинске из-за пожара в жилом доме могут остаться без крыши над головой 8 семей. Огонь вспыхнул в одной из квартир. Во время тушения пожарные разобрали печь, на которой фактически держалось отопительное устройство этажом выше. Люди боятся, что оно может в любой момент провалиться сквозь прогоревшие балки и потянуть за собой дымоход и кровлю. Жители просят от администрации новое жилье или помощи в восстановлении поврежденных квартир. Дымоход один, стояк один. Если пожарниками разрушена та печка, значит, эта моя висит вообще на обоях. Ирина Городова теперь живет в квартире фактически без полов. Часть выгорела из-за пожара у соседей снизу, часть разобрали спасатели, чтобы затушить огонь. А теперь вместе с потолком может рухнуть печка. Ночевать приходится у родственников. Вчера, когда мы здесь пытались выносить что-то, мебель какую-то, посыпались кирпичи вниз с этой печки и трещины пошли на глазах. Мы просто испугались и ушли. Я вот сегодня приехала сюда, чтобы как-то посмотреть, у меня же здесь все имущество. У меня некуда сейчас везти ничего. Пожар случился в понедельник вечером в квартире на первом этаже. Огонь тушили до полуночи. Предварительной причиной возгорания называют нарушение правил безопасности при эксплуатации печи. К счастью, обошлось без жертв. Вот только одинокая мать с двумя детьми осталась ни с чем. Без жилья и вещей. На мою зарплату я одна-двое детей. У меня нет возможности построить это что-нибудь снова. Средствами у меня 9 тысяч, зарплаты 10 тысяч. То есть вы становитесь сами не смогли? Я сама не смогу. Из-за пожара нарушился и тепловой контур. Вода входит в жилье как раз через выгревшую квартиру. Здесь почти как на улице минусовые температуры. Трубы могут перемерзнуть. Минусинцы считают, жить в таком доме невозможно. Здание было признано аварийным еще в 2012 году. Но вовремя подать документы на переселение из ветхого жилья не успели. А теперь и сама программа прекратила действие. Впрочем, дать людям новую крышу над головой местные власти все-таки смогут. Но не раньше, чем через 2-3 года. В списке очередников они под первым номером. Есть информация о том, что с осени 2017 года будет эта программа возобновлена. Я думаю, что как только заработает программа, то все жильцы этого дома будут обеспечены новым жильем. В администрации отметили, пострадавшие квартиры находятся в собственности у жильцов. А значит, и все ответственные за сохранность имущества лежат на них самих. Впрочем, погорельцам готовы предоставить помощь в размере 10 тысяч рублей, обеспечить одеждой и продуктами. Сейчас обсуждаются и другие меры поддержки, в том числе и по восстановлению пострадавших квартир. Но это решение будет принято не раньше пятницы. В Боготоле началась борьба с энергохамами. Нередко умельцы, желающие сэкономить и не особо задумывающиеся о последствиях, незаконно подключаются к электрическим сетям. Это может привести не только к административной ответственности и внушительным штрафам, но и к уголовному наказанию. Кроме этого, подобный похититель электроэнергии подвергает опасности не только себя, но и своих соседей. Такие подключения очень часто являются причиной аварийных отключений светом и даже пожаров. По вине «экономных» соседей, честные потребители вынуждены, ожидая устранения последствий технологического нарушения, просиживать в темноте и холоде. Бригады специалистов будут выявлять подобных нарушителей и помечать их дома особым знаком энергохам, чтобы соседи знали, по чьей вине им приходится лишаться комфорта. В крае стартовал конкурс спектаклей для участия в региональном фестивале «Театральная весна». Ежегодно в рамках фестиваля более 7 тысяч жителей Красноярска и гостей города знакомятся с лучшими театральными премьерами. Эксперты определяют самые яркие постановки 2015 года. В январе эксперты посетят театры Норильска, Лицосибирска, Мотыгина, затем побывают в театрах Красноярска, Шарыпово, Ачинска, Минусинска и Каннска. В марте на фестивальной неделе ценители театрального искусства смогут увидеть самые лучшие премьеры театра в Краснояре. А в Международный день театра 27 марта состоится церемония закрытия проекта и награждения победителей фестиваля «Театральная весна». В Железногорске на базе комбината оздоровительных спортивных сооружений открылся центр тестирования «НормГТО». На данный момент в нем числятся три специалиста – сертифицированные судьи. Они будут принимать зачеты у населения. На данном этапе у нас создан центр, руководителем которого являюсь я. Непосредственно будет еще как минимум два специалиста, которые будут отвечать за подготовку протоколов, заведение, всех тестов, всех документов, которые возможны. И отдельно будет у нас человек, это назначенный главным судьей. Главный судья у нас будет собирать судейский корпус, судейскую коллегию проводить с ними разъяснительные работы, пояснительные, и судейский корпус будет принимать все нормы. Выпускники школ, начиная с января, могут попробовать получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Они гарантированы законодательством, обладателем знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Подать заявку на участие в тестировании можно до 29 января на официальном сайте ГТО или по электронной почте МАУКОС. Каждому участнику присвоят порядковый номер и сообщат, где и когда можно сдать тест. Первое воскресенье 31 числа, это идет США-1. Далее у нас будет задействован ТИР школы номер 106, это будет 7 февраля. 21 февраля у нас будет плавание, бассейн, труд. Ну и далее по расписанию. Знаки отличия выпускники смогут получить в мае-июне. После внедрения эксперимента уже к 2017 году, когда нормы ГТО начнут принимать массово, площадки для тестирования планируют открыть и на базе городских ДЮС США. В Лисосибирском городском выставочном зале открылась новая выставка под жарким названием «Алжирский пленник». Ее автор – хорошо известный в Красноярском крае художник Арсений Милованов. В 2014 году с творческой поездкой он побывал в Алжире. Сегодня он решил поделиться с сибиряками не только написанными там картинами, но и своими впечатлениями. Перед открытием выставки, презентация гостей стараются максимально погрузить в атмосферу экзотики. На художнике настоящий восточный костюм. Лисосибирцев он встречает по алжирской традиции – молоком и финиками. Целый месяц художник путешествовал в сопровождении своего друга Зино по северному Алжиру. Колесили вдоль побережья Средиземного моря, по горам и пустыни Сахара. Бывало, что прямо там и ночевали, ведь главным поводом визита в Алжир для сибиряка стала живопись. Все работы я писал в течение месяца. Я написал за это время 20 работ, что очень мало, потому что за это время можно было гораздо больше написать. Но в связи с тем, что это такая мусульманская страна в своей традиции, не всегда можно было и удобно писать. Меня очень много возили, иногда меня не упускали просто из машины. У меня забрали сразу паспорт. Почему называется еще выставка «Лжирский пленник»? Потому что я был в таком хорошем гостеприимном плену. Именно поэтому художнику дорог каждый этюд. Связан он с различными воспоминаниями и эмоциями. Кстати, чтобы вывести из страны свои же работы, мастеру пришлось снимать их с подрамников и, преодолевая языковой барьер, проходить сложные бюрократические припоны. Итогом поездки стала выставка. Здесь работы, выполненные маслом и пастелью. Как признается сам художник, больше всего его впечатлила и вдохновила Сахара. А барханы, напоминающие своим видом снежные сугробы, даже немного навеяли тоску по родине. Одна из картин так и называется «Мечты о России в финиковом раю». Главный герой – чернокожий юноша с интересной историей. Он, оказывается, учился на русский язык, изучал в университете. Живет тут в Сахаре. Я еще подумал, думаю, ну зачем он тут в центре Сахары русский язык. Очень любит Пушкина. Ну и вот мы с ним общались, разговаривали. Я попросил его мне попозировать. Часть экспонатов – личные вещи художника. Предметы одежды, обувь, необычные камни или даже песок. Чайники, найденные в пустыне. И подарки местных жителей. Например, вот этот алжирский флаг с памятными автографами. Арсений отмечает, что к его приятному удивлению алжирцы оказались очень гостеприимными и доброжелательными. Хотя напряженная ситуация на Ближнем Востоке внушала некоторые сомнения перед этой поездкой. Не думаю, что искусство может сблизить вот такое изобразительное искусство. Хотя понимание того, что мусульманский мир не такой страшный, как нам кажется, это да. Я понял, что это очень добрые люди. Очень любят своих детей. Удивительно. Они очень улыбчивые. Они очень доброжелательны друг к другу. Поэтому я когда посмотрел на этот мир добрый, мне так сейчас жалко, что их там кто-то разрушает, этот их мир, втягивает их в войны. Хотя вот алжир, слава богу, пока это не коснулось. Пальмы и апельсиновые деревья, караваны верблюдов и скалистые берега Средиземного моря, античные города и колоритные африканские постройки. Несомненно, выставка «Алжирский пленник» сможет согреть даже в самый лютый сибирский холод. Ведь в отличие от морозных пейзажей за окном, эти полотна переполнены теплом и солнечными красками жаркой страны. Субтитры создавал DimaTorzok